Танец в подарок ветеранам. Самара впервые присоединилась к международному проекту «Вальс Победы». В флешмобе на площади Куйбышева приняли участие полсотни пар. О танцевальной культуре военных лет узнала больше наша съемочная группа. Для этих пар асфальт под ногами превратился в бальный паркет. На площади Куйбышева больше сотни человек кружатся в вальсе. Звучит музыка военных лет. Оркестром дирижирует Марк Коган. Танцы под открытым небом для самарцев добрая традиция. Еще до революции в Струковском саду собирались горожане и кружились в вальсе до самого утра. Для танца находили время и жители запасной столицы. Для них это была своеобразная отдушина, ведь им приходилось трудиться по 16 часов в сутки. Разумеется, отметили победу тоже вальсом. Для того, чтобы воссоздать праздничную атмосферу, царившую в городе 9 мая 45-го, некоторые даже надели костюмы середины прошлого столетия. Мы знаем, что вальс любили всегда, что это самый любимый танец наших предков. И поэтому мы продолжаем традиции. Мы считаем это очень важным и очень патриотичным в такой день потанцевать на главной площади города. Мы очень рады. Это круг друзей, круг танца. Нам все очень нравится. Настроение шикарное. Флэш-моб – это подарок ветеранам. К 9 мая участники репетировали не один месяц. Впрочем, пуститься в пляс можно и без специальной подготовки. Новичкам здесь рады. В таком формате акция «Вальс Победы» в Самаре проходит впервые. Начало и середина 20 века в Советском Союзе – это особая танцевальная культура. И мы рады, что все это соединено сегодня. Уникальная музыка, уникальный танец, местами даже наряды – все это один общий праздник. И мы рады, что при поддержке Министерства культуры, при поддержке Самарского университета и других организаций сегодня здесь собралось столько гостей, которые научились танцевать на мастер-классах. И вот теперь они объединены кругом танца и празднуют Великую Победу. Организаторы уверяют, акция станет неотъемлемой частью ежегодного празднования Дня Победы в Самаре. И в вальсе будет кружить вся площадь. Мария Акимова, Андрей Авдеев, Новости губернии.